Так, Ирина Антонова Ирина Федоровна, уже плачу, только начинаю говорить, родилась в Невском районе, именно здесь, улица Седова, корпус 4 квадратных, 106, здесь прожили мы до тех пор, пока мамочкам они вышли замуж, молодой девочкой, а познакомилась она на кладбище, которая находилась вот на территории кинотеатра, сейчас спутника, в большом этом радиусе. С моим рождением меня крестили в Индоводной церкви, где сейчас стоит знаменитый крест. Каждый раз я хожу туда и планирую с тому, что здесь началась моя курсация. Пожила я всю свою жизнь и проживаю в Невском районе. Начиналось живописие, кончила руководителя в большом выпускном церкви. Я очень много помню о своем кладбище. Я помню во время войны, что здесь еще были могилы, а меня тащили отсюда на переулок общественный. Там был детский сад номер 38, а мамочка потом работала в роддоме, который открылся в 44-м году, поэтому до этого были все голодные. Ну а наш вот этот вот уголок, он всегда казался для нас святым. Здесь похоронена моя бабушка, здесь похоронен моего отца, брат, который умер тоже молодым, туберкулезом. Поэтому каждый раз, проходя по этому скверу, этих могучих спиленых сегодня деревьев, я низко кланюсь и прошу за всех людей прощения за тот грех, который они наносят сегодня природе. И тем людям, которые много лет жили и отдавали свой труд и радость и размножение нас, крестьян, именно на этом большой, на этой красивой территории. Ну что еще сказать? Скажите, пожалуйста, говорят, что во время войны, вот может вы слышали, или как-то вам во время войны были захоронения блокадные на территории. Вы знаете, я, наверное, была мала еще. Ну вот мама ваша. А мамульты они начали уже с труппы, которые у нас в доме были, собирали. Здесь уже хоронений не было, это было уже третий год, наверное, уже конец. Они возили вот здесь сейчас памятники. А вот 60-х годов говорят о том, что вот эти вот плиты, которые... Плиты лежали даже не в 60-е, а даже и в 70-е годы. А еще что-то оставалось? Это после спутника, что ли? После спутника. Это были вообще прекрасные дни. Когда первый раз асфальтировали набережную, то эти плиты, кончался асфальт, дорожки, и вот так поперек положили эти красивые плиты. И мы девчонками ходили, читали их, смотрели на них, что здесь... Ну то есть они там лежат или они просто временно лежали? А вот сейчас... Нет, они утрамбованные были, как удобная дорога. Вот говорили, да, что их использовали прям для набережной дела. А сейчас они вот там, как ты думаешь? Я не знаю. Знаете, вот каждый раз мы надо дойти, посмотреть, и стоят или нет. Ну, во-первых, это хороший камень, там же граниты, там же мрамор, там... В старое время в голодное наше, мы же не раздавались в этом. Мы знали, что это... Ой, человек, что это драгоценность, это сейчас начали во все это вникать. А скажите, а у наших родственников, вы говорите, что они похоронены как раз вот на этом участке, рядом со спутником. Да. А у вас остались документы, вот метрики какие-то? Нету таких вот? Ну, к сожалению, вот на это очень сложно, конечно. А я вам хочу сказать, что у меня мама с отцом получили в комнату озерный переулок, это около общественного. Попала бомба. Все, что было, все исчезло. После этого дали нам еще маленькую комнатушку, в которой мы жили до распоряжения 250 лет в локаде, как власти, из-за подвалов. То, что мы получили на пребыву тогда, на комнатную квартиру с мамой, и так вот выживали. Но скажите, вот еще последнее, вот как ваше отношение вообще к тому, что собирается строить торгово-развлекательный центр? Ужасно. Вот знаете, вот я каждый раз вот хожу, у меня прямо слезы наворачиваются. Как же так? Неужели мы уже настолько обмещали, духовная власть, у нас ничего нет. Ну и вообще, мне было бы страшно говорить, но у меня такое впечатление, что мы остались в городе малыми народами. Нас нету, нас не видно. Кругом одна чужая речь. А нас, если идут вот такие, у меня старые люди, то мы уже ничего не можем. Мы можем только между собой повспоминать вот эту трагедию, которая происходит сегодня. И если вот есть желание вот восстановить, поднять это, мы низко будем планировать. Ну, мы постараемся. Да. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, а чтобы знали, на завод я пришла в 54-м году, 46 лет здесь отработали. А сегодня возглавляю ветеранское наше все заведение, сохраняю тот костяк, который после войны поднимал эти руины. И сегодня, радуясь, ползут на наши встречи. Да. Всего доброго. Спасибо.